Привет друзья! Я Светлана Портнягина. Приветствую всех своих гостей на своем канале. Друзья мои, сегодня будем готовить необычное блюдо, потому что я его только что придумала. Может быть оно и есть где-то, но у меня оно впервые, даже в голове. Я таких не встречала. Короче говоря, будем готовить цыпленка в запеканке. Вот сейчас я вам расскажу. Вот у меня цыпленок корнишон. Он не разрезан, просто я его замленовала и придавила под гнет, поэтому он такой придавленный. Короче, маринад такой. Так, рассказываю. Так, чайная ложка приправа карри, щепотка мускатного ореха, где-то столовая ложка майонеза, может быть побольше, может полторы стола ложки майонеза, и столовая ложка брусничного сиропа. Ну, это для карамелизации, для сладости. Вы можете добавить любой сироп, вот, какой вам заблагорассудится. Так, и соль. По-моему, все. Это все я хорошенечко так втерла, внутри там, снаружи все помазала и поставила под гнет, тяжесть поставила на него. Он у меня где-то часа два пролежал так. Короче, я не знаю, разрезать, наверное, я его не буду. Ну, и так. Овощи берем. Кусочек кабачка, две картошки, большой лук, репчатые две помидорки и болгарский перчик. Соль. Наверное, я сюда, не знаю, посмотрю еще по консистенции, что будет. Короче, так, картошку и кабачок я натираю на... Наверное, на крупной терке натру я. Вот это я все порежу. Лук, наверное, тоже порежу. А может натру. Нет, натирать я не буду. Лук, наверное, тоже порежу так. Фрагментами такими. Перчик порежу, помидорки порежу. Вот так будем это делать. Приступаю к нарезке овощей. Итак, друзья, вот показываю, что я как нарезала. Потерла это картофель, это крупными такими кубиками лук, это кабачок потерт на крупной терке. Здесь помидорка порезана продольно, кубиками. И также перчик продольно, вот и кубиками. Вот. Вот это сейчас я все перемешиваю. Заливаю немножко растительным маслом. Солю. Хотела сделать, ну, такую, для запеканок, которая молочная, яичная основа. Ну, не буду, наверное. Красный перчик. Так. Так. Так, все это сейчас я перемешиваю. Молочно-яичную, ну, такую заливочку для запеканки. Ну, и буду, потому что что-то я боюсь, что оно... Ну, процесс не тот пойдет, потому что курице же, наверное, надо час как минимум выпекаться. Хотя картошка тоже будет выпекаться. Ну, картошка тоже долго готовится в духовке. Короче, главное, чтобы у меня сейчас все это поместилось на этот... На мою маленькую форму. Понимаете? Вот такую вот фигомотину я придумала. Я не знаю, что это получится. Вот. Ну, не буду я добавлять, наверное, яично-молочную смесь. Вот. Ну, не буду. Пусть у меня так, пусть будет плотненько такое получится. Сока у картошки почему-то мало. Ну, может, еще просто то, что... Ну, короче, даст еще сок. Так, теперь сейчас мы разберемся с курицей. Так, сейчас я не буду ее даже не обтряхивать, ничего. Вот, видите, вам видно? Так, ну-ка, отобьемся, дорогушек. Вот этот цыпленок полностью, вот он у меня. Сейчас я хочу сюда напихать вот эту массу. Вот. Сейчас я прям вот так вот ее сюда сейчас напихаю. Пусть это все там внутри и пропекается. А что оно в бестолку будет пустая там, в кукушице, да? Хи-хи-хи. Пусть будет полная, сочная. Это все мяско пропитается овощами. Так, знаете, ах, а будет. Главное, чтобы пропеклось. Ну, короче, делаем мы сейчас вот так, друзья. Сейчас. Немечко. Так, не знаю. Ну, ладно. Вот, короче, форма моя. Вот она маленькая. Небольшая формочка, да? Сейчас мы это... Что тут? Чуть-чуть каплю буквально так. Так, теперь я думаю, наверное, надо немножко положить нам немножко овощей снизу, да? Такую сделать, как бы подушечку, площадочку. А потом уже... Вот так вот. Ну, короче, все соображаем походу. Я же не делала такого. Просто уже не знаю, что получится. Да поможет нам вселенная. Так, грудкой вниз, потому что... Ну, потом... Так, грудкой вниз, да? Ну, да. Наверное, в соку оно больше пропечется. Так, теперь выкладываем вот так вот по краям. Вот это вот то, что у нас тут осталось. Конечно, не факт, что курица запечется. Она будет, наверное, вот в соку вот так вот здесь томиться. Вот. Ну, и ладно. Так даже вкуснее и полезнее. Ну, вообще, этот цыпленочек, корнишон, он очень быстро готовится. Меньше часа даже. Вот. Очень быстро готовится. Ну, мы сейчас, короче, проводим эксперимент такой в запеканке. Вот. Так. Интересно, что у нас получится. Интересно, интересно. Обтерла все. Сейчас я ее по новой не мажу. Осталась же жидкость. Вот у нас тут. Так-с. Так-с. Мы насвинюхала, поросюкала. Сюкала, поросюкала, насвинюхала. Теперь вот это вот то, что у меня тут соус. Этот вот такой вкуснячий. Вкуснячка соус. Прямо вот так вот и заливаем. Наши цыпленочка. Вот так вот. Так вот, 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 вот. Духовку-то я не включила. Вот раззяла, блин. Вообще. Включаю в духовку на 210 градусов. Вы смотрите на своей духовочке. Я уже не знаю, какая там у вас что и как. Ну, короче, вот так вот. Я не буду засекать время. И так понятно, что не меньше часа. Походу я буду смотреть, что и как тут происходит. Понимаете? Вот. Сейчас духовочка разогреется. И я поставлю. Хотя я поставлю, наверное, уже так. Что ж ты ждать? Пусть постепенно и прогревается, да? Конечно. Так и будет. Все ставлю, короче, в духовочку, на решеточку, на нижнюю. А потом уже будем смотреть. Да поможет нам вселенная. Пусть цыпленок в запеканке, в овощных будет вкусный, пропеченный, румяный, сочный. Очень полезный. Да поможет? Я, блюдо готовилось больше часа, потому что напряжения у меня нет вообще здесь. Сами понимаете, Сибирь, матушка, халадрыга. Ладно, не в этом суть. Очень оригинальная, необычная запеканка получилась. Прям такая овощная. Очень ароматная и вкусная. Корочка нежная, пропеченная. Готовьте в удовольствие, балуйте своих близких и родных, удивляйте гостей. Цыпленок в запеканке овощной. Ставьте лайки. Делитесь с друзьями. Всего вам самого доброго. Чао, какао. Чао, какао.